Приветствую вас, и первое, о чем мне хотелось сказать, то что многие мужчины разделяют любовь в духовную, любовь в эмоциональную, для простоты, скажем так, и любовь в плоскую. И то, что у вас во время беременности происходили не очень хорошие вещи с внешним видом, конечно, не могло не повлиять на то, как мужчина себя вел. Не могло не повлиять, подобно на то, как мужчина стал вас воспринимать, к сожалению. И относиться вам к этому нужно так. Не каждый человек, не каждый мужчина может воспринимать свою женщину и как любимого человека, и как сексуального партнера. И если мужчина, например, вас любит, этот мужчина, там, дорожит вами, а он явно это делает, судя по вашим словам, то он любит вас. Но любит как человек. А вот как сексуальный партнер, вы ему пока не привлекательны. И это нужно понять. Понять, что мужчина просто-напросто испытывает неудовлетворенность в сексе. И на данный момент, если вы будете предъявлять претензии ему, и требовать от него того внимания, которое он вам дать, скорее всего, пока на данный момент не может, вы его этим только лишь оттолкнете от себя. Вы лишь покажете мужчине, что вы не хотите его понимать, что вы не желаете подставить себя на его место, и тем самым не желаете его понять. Если вы хотите сохранить свою семью, то нужно относиться к тому, что происходит с юмором, с долей самоиронии, и говорить мужчине с улыбкой, ничего, типа, «Те дамы на сайтах лучше, чем я», или что-то еще. Тем самым вы позволите мужчине увидеть в вас понимание ситуации, и сами еще больше его пристыдите. Во-первых. Во-вторых, мужчине будет легче с вами общаться. Возможно, он будет с вами более доверительно говорить, и вы в результате этого увидите, поймете, чего мужчина хочет, и сможете лучше это ему дать, лучше это ему предоставить, но только через подобное предповедение. Дальше. Что делать вам, если произошла такая ситуация, о которой вы писали? Собственно, продолжайте ему писать. Продолжайте ему писать, попробуйте поиграть в эту игру. Уверен, вы таким образом сможете вспомнить, какими вы были, вспомнить и напомнить себе о том, что вы друг для друга, когда-то были еще и интимными партнерами. Поиграйте в ней в эту игру. Вы флирстуете, может быть, пособлазняете, дайте ему понять, что вы чувствуете его, и так далее. И потом, когда вы увидите, что ситуация принимает достаточно такой оборот, то есть будет потребность в предоставлении личной информации, просто-напросто напишите ему, что это вы. Ну, или как-то превратите это в загадку, то есть скажите ему, что, например, он сам знает, кто это, или он сам в курсе, или что-то еще. Создадите интригу, и в итоге, либо мужчина сам догадается, либо вы ему признаетесь. И это все обстоятельства, как шутку, понимаете? То есть не нужно долго скрывать этого факта. Дальше. Не менее важный вопрос к вам. Зачем вы создали эту самую левую страницу на сайте знакомств? Почему я вас об этом спрашиваю? Потому что мужчина тоже будет вас об этом спрашивать. Он будет задавать вам такой вопрос, зачем вы создали левую страницу на сайте, может быть, вы также хотите кого-то встретить, может быть, вы хотите с кем-то познакомиться. То есть мужчина будет задавать вам вопросы подобного рода, просто потому, что ситуация сама по себе неоднозначна. И вам нужно быть спокойным в этот момент, последовательным в этот момент, избегать обвинений мужчины в чем-то. Например, говорить, что это ты виноват, это ты сам начал это и так далее. Вот этого делать не стоит. Вместо этого гораздо лучше будет, если вы просто нам скажете ему, что хотели освежить в нем отношения, хотели вновь увидеть в нем интимного партнера, и чтобы он увидел вас, интимного партнера, хотя бы по переписке. Можете намекнуть ему о том, что в скором времени вы вновь станете ему партнером, не только по переписке. То есть вы делаете все для того, чтобы вновь стать для него привлекательным. И вот это вместе, вместе с тем отношением к тому, что он сидит на сайте знакомств, вот это все вместе создаст необходимую предпосылку для того, чтобы он перестал это делать. И после того, как вы действительно будете работать над собой, после того, как вы действительно станете привлекательным вновь, нужно смотреть на реакцию мужчины. Если он будет обращать на вас внимание и перестанет сидеть на сайте знакомств, значит он вас любит, он хочет быть с вами, а если нет, значит он недостаточно вас уважает, либо разлюбил. Такое бывает, это нужно воспринимать спокойно и просто-напросто вовремя человека отпустить и жить дальше. Есть, конечно, определенные трудности, но эти трудности решаемы, и эти трудности не так важны и не так серьезны, как, например, жизнь с нелюбимым человеком или жизнь с человеком, который, ну, условно говоря, не уважает вас, не цесит вас и так далее. Вот такая примерно ситуация. Таков мой ответ. Надеюсь, он поможет вам, потому что, ну, поймите правильно, все мы люди, указывают нас не соблазны, и человек слаб, то, что он слаб и делает его человеком, то есть тем, кого мы любим, и теми, кто мы есть. И это нужно принимать. Если вы не будете принимать, вы тем самым будете отдаляться от мужчины и тем самым можете потерять семью еще раньше и, собственно, даже не имея попытки ее сохранить. Расставаться, разводиться, ну, то есть у вас гражданский муж может просто расставаться, вы всегда успеете. Расставаться легко. Ну, то есть, условно говоря, вот сломать отношения очень легко. А вот сохранить то, что построено, это достаточно сложно, требует уступок, усилий и так далее. И вот вы и постараетесь для начала сохранить отношения, а потом уже думаете о том, что делать дальше. На этом все. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите в личку. Помогу вам. Желаю вам всего доброго и удачи. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok